Задача безопасный аккумулятор сделать непростая. Литифером технология для наидо в домах используется, для домашних накопителей энергии. Вот это ставить, что домой страшно, что, честно говоря, в плане страшно, и в мотоцикл страшно. Мотоцикл можно, там особо гореть нечему, а вот представляете, если здесь летим мы летим, загорается вот тут вот сзади. Здесь вообще парашют с ракетой, очень было бы неприятно. Так что переделать очень нужно. А если на правиле что-то сломалось? Не надо ломать ничего. Я только когда в полете сломалась. Ну тогда парашют выстреливаешь, и все хорошо. Красота! Прилетели клаусы до дни. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Только я начал снимать, и тут раз, и приземлился самолетик. Показываю вам, как летает на конференции клаус. Его жена водитель настоящего аэрбаса. На пенсии уже, правда, летной. Но зато летает на самолетике обычном. Вот такая прекрасная семья, авиаторская. А повод для ролика, друзья, очень даже хороший. Хороший. Клаус сказал, что Игор, давай сделаем пару рекордов на пепестреле. Таврус пепестрель. И я полез готовить планер. Он говорит, нужно, чтобы у нас там кислорода было на трое суток, чтобы аккумуляторы держали энергию долго. И я полез и увидел, что ничего не получается. Потому что аккумуляторы у нас на планере полдое. Извиняюсь, уже не говно. Я вам сейчас покажу их. Макс, ты тоже покажешь? Мне помогает Максим. Макс, ты покажешь, как ты быстро ездишь по аэродрому? Максим Игерьевич осваивает передвижение по ангару. Идеальное совершенно условие для катания. Так как планира стоят только мои, я ему разрешил. Оп. Вот наш пепестрель. Герой нашего ролика текущего. Макс, отлично ты катаешься. Пошли покажем, какие аккумуляторы мы будем менять. Вот эти? Да. Итак, друзья, вот герой нашего ролика. Литий-ионные аккумуляторы. Причем, напишите в комментариях, какие мы будем ставить, а какие уже стояли. Прям сейчас вот. Нажали на паузу и напишите, тех, что справа мы ставим или тех, что слева. Вот этот аккумулятор стоял как стартерный. Вот его, все информации по нему. Он рабочий. Я выпросил у жены весы для муки. И первым взвешиваем вот этот вот аккумулятор, который был стартерный. На стартере для 969 граммов. Емкость его 5 Ач. Я посмотрел. Но вот нигде эта емкость вот на самом корпусе этого аппарата не написана. Вот берешь. Он реально легкий для такого размера. Но емкость нигде не написана. А теперь смотрите фокус. Вот как вы думаете, этот же больше аккумулятора. Он еще огонь должен быть такой мощный. Ну, ставим его на весы для начала. Он всего лишь на 100 грамм, 150. Тяжелее. То есть, посмотрите размеры, да? Где порылась собака. То есть, этот по объему, в два раза больше. Он получается шире и длиннее. Но емкость его всего лишь 6 Ач. Ну, то есть, пропорционально весу. И они почти ничего не весят. Почему такой форм-фактор? Потому что это аккумуляторы для мотоциклов. Для прямой замены аккумуляторов в мотоциклах. Они стартерные. Они не очень большим запасом энергии обладают. И как стартерные мотоцикли работают хорошо. Но это технология. Литий-ион. На самом деле, это литий-полимер. Ну, то есть, литий-ион. И это тоже литий-ион. Только это химия, литий-полимер. Не помню, как она там расшифровывается. А вот это вот аккумуляторы уже авиационного формата. Литий-Ферм ПО-4. Литий-железные. Производитель у нас в этом случае Аэрбат. И видите, как нормальный производитель. Все характеристики, токи и так далее, и тому подобное. Вот все четко. Ну, этот немецкий аккумулятор. Он и стоит. На нем даже цена где-то. Вот здесь была цена. Я ее содрал. В общем, стоит он 200 евро. А вот это вот настоящее говнище стоит 107 евро, что ли. Что для аккумулятора, в принципе, тоже не так мало. Но вот в мотоцикле это работает. Вот этот аккумулятор, он не стартерный. Видите, тут уже совершенно тонюсенькие проводочки. То есть, понятно, что здесь много не вытянешь. 10 А стоит предохранитель. Предохранитель. И вот его характеристики, опять же. Стоит такой аккумулятор довольно дорого. Тоже что-то в районе 250 евро. Смотрим разницу по весу. Стартерный будущий аккумулятор. Тот же вес 939 граммов. Ну, вот смотрите, разница, да. То есть, вот в этом аккумуляторе фактически воздух. Основная его часть. Там где-то внизу лежит немножечко каких-нибудь пластинок реального литиевого аккумулятора полимерного. А в остальном это воздух. Мы его вскроем. Я вам обещаю. Мы его, во-первых, взорвем. Пробуем вытянут. Ну, вот. Выглядит вот такая вот пупочка. Ну, теперь мы ее в самый раз можем попасть. Сейчас она точно может загореться. Итак, вот стартерный аккумулятор. Он вполне запустит двигатель вот этого острой пистоли. Никаких проблем с этим нет. Теперь, что же у нас будет на борту держать 10 Ач? Где-то потяжелее. Физику не обманешь. Все-таки 10 Ач уже полтора килограмма. И аккумулятор, который я купил, он тоже там, в районе полутора килограммов есть. В этом же формате выпущен. Друзья, сейчас там расскажут о планах. Друзья, Клаус будет над собой. И мы используем очень легкие батареи, потому... Потому... Худею. Спасибо большое, Клаус. Макс, ты помогаешь папе? Разбираешь мультиметр, тебе включить его? На напряжение. Ставь теперь вот сюда. Один провод сюда. На, держи рукой. А второй сюда. Смотри, Макс. 13 с чем-то. Ну все, два аккумулятора рабочих. А этот померишь? 13,5 вольт. Отлично. Супер, Макс. Спасибо. Будем чинить пламер? Макс, когда узнал, что папа будет чинить пламер, сказал, ну как я... Как это будешь один это делать? Друзья, ну вы посмотрите, проблема какая, что... Ну, когда за пламер берется человек, который, скажем так, любит немножечко иногда, как это говорят, колхозить, ну, получается вот то, что получается. То есть, оно работает, все прекрасно. Вот эта вся куча проводочков. Все прекрасно работает. Но выглядит оно отвратительно. И надо сейчас вырезать лишнее, потому что лишнего хватает. То есть, например, вот кабелечек, вообще, вот такой просто обрезанный, не заизолированный. Это вольтметр, на самом деле, пытались сделать. И я его сделал. Вольтметр находится вот здесь. Но это кабель шел на... Вот он подсоединялся, шел на зарядку. То есть разъемчик еще зарядки. Ну, мне не нравится совершенно такой вот прям-прим... Такой вот вариант. То есть нужно... Потому что даже это ультралайт, конечно. На нем можно все, что угодно, но таких вольностей с электричеством все позволять, наверное, точно не стоит. В остальном, я тут все просмотрел. Механически, конечно, все тут хорошо, прекрасно сделано. Но электричество, боль моя. Вечно мне с ним не везет. Стартерный аккумулятор я купил... На самом деле, будет не этот. Вот на моем плане, видимо, два таких спарринга стоит. Пять ампер часов. Но вот этого одного пятиампер часового хватает, чтобы запустить двигатель Тауруса. С лити-полимерных лечеек намного легче сделать стартерный аккумулятор, потому что они действительно способны отдавать очень большой ток. Почему их, собственно, моделисты ценят? Потому что 60С ток получить вполне реально. Это 60 емкости. То есть, если здесь 5 ампер часов, умножаем на 60, получаем 300 ампер. Эта штука может выдать. С лити-эфиром ПО4 все намного сложнее. Ну, вот видите, написано на самом деле 140 ампер. Он может отдать относительно продолжительно. И 400 там буквально, очень коротко. Хватает, чтобы движочек запустить. О, берега. Собрать такой аккумулятор на вот этой железной технологии не так просто. Лити-ионные аккумуляторы, конечно же, имеют свои плюсы перед лити-железо-фосфатными. Например, это удельная плотность энергии. Разница примерно в полтора раза. Чтобы он отдавал большие токи и ячейки здесь определенного типа, скажем так, задача безопасный аккумулятор сделать непростая. Но вот эти два аккумулятора, они безопасные. Они уже, скажем так, не горят. Лити-фером технология, она и в домах используется. Для домашних накопителей энергии у меня как раз такой стоит дома. Вот это ставить, что домой страшно. Что, честно говоря, в плане страшно. И в мотоцикл страшно. Ну, мотоцикл можно, там особо гореть нечему. А вот представляете, если здесь летим мы летим, загорается вот тут вот сзади что-нибудь. Здесь вообще парашют с ракетой. Очень было бы неприятно. Так что переделать очень нужно. Макс, хочешь посидеть в платье? Разрезай. Ты доволен? Да. Будешь летать на этой штуке? Да. Покупалась она как раз для Макса больше. Не для папы. Папа, конечно, оправдывает свои игрушки этим, но в целом очень мне хочется полетать с сыном. Мы с ним уже летали. Летать? Летать. Ты хочешь полетать на планере? Очень? Очень. А хочешь облако потрогать рукой? Да? Ну, вылезай. Мы приехали, Макс. Папа! 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 Хе-хе-хе! Оля, Оля! Сидите, дикам! Папа, дикам! Папа, папа! Оля, мама, это кот. Ой-хе-хе! Оля! Макса, ну ты как? Ты как, папа? Махал так рукой? Макса, ну ты как? Все, что было много лет назад Сны цветные бережно хранят А вот здесь ракета? Да, вот ракета, Макс. Видишь, здесь парашют. Надо вынуть эту чеку, дернуть за ручку. Только ты вот от нее. И Макс этот трогать нельзя категорически. А то бах-бах-бах, из этого люка вылетит ракета, улетит вверх, и у нас парашют раскроется. Будет очень страшно. А внутри ракеты парашют? Нет, ракета вытягивает за собой парашют. Вот, парашют вот в этом контейнере стоит. Видишь? Папа, а если в направлении что-то сломалось? Не надо сломать ничего. Это когда парашют сломалось. Ну тогда парашют выстреливаешь, что все хорошо. Размотал я весь этот ужас, и все стало очень просто. Оказалось, и на питание Вионики всего два провода. Ну что, в общем-то, логично. Это вольтметр на плюс батареи, которая прибора питает. И вот еще один проводочек был выведен вот так вот. Итак, я подсоединил клеммы провод, который идет на вольтметр. И теперь посмотрим, оживет панель наша или нет. Максимка, включишь двигатель? Только не заводить. Давай, поворачивай ключ. Вот так? Да, давай. Отлично, достаточно. Сейчас у нас включено на инструменты все. Теперь поворачивай еще на дно один щелчок. Оп, все, отпускай. Включилось питание мотора. И теперь мы можем выпустить мотор. Ну что, выпусти мотор. Вот этот тумблер вверх. Ну давай, двигай его вверх. Так, друзья, моторчик вышел. Я сейчас сяду в планер и попробую крутить его стартером. Максик, можешь поснимать вот так? Я заводить мотор сесться не буду, потому что у меня там праймеры, выключены все. Но я хотя бы попробую, что стартер срабатывает. Топлива все равно нет. Работает. И сейчас что было? Крутился винт? Да. Мощный аккумулятор. Смотрите, я поставил колодки упорные. И моя рука сейчас на ключе выключения всей этой конструкции, если что. Вот сейчас проверну его быстренько. О, вилюга. Ну теперь как убрать этот двигатель? Вот так, раз. И вот он, видите, сдернулся и ушел в положение такого предуборки. Теперь его надо просто прокрутить до какого-то положения. Оп. Сейчас работает датчик. Все. Датчик сработал. Датчик все это благополучное уходит во всех. Оп. Все. Красота. Этот аккумулятор мы заменили. И сейчас с чистой совестью ее побакнем. Потому что я себе такой точно никуда не поставлю. И мне дико интересно, как он устроен внутри. Вы спросите, друзья, почему мы не летаем? Ну, когда-то нужно что-то ремонтировать. А во-вторых, все-таки нелетная погода. При всей вот этой красоте, небо вокруг, увы, висит инверсия. То есть, вот все вот это вот залито слоем теплого воздуха. И реально тепло. Я в шортах бегаю, в футболке. Градусов, наверное, 20 сейчас. Это с учетом того, что сегодня 26 октября. Но, увы, нелетно. Можно было бы на парапланчике сейчас вот на том склончике чуть-чуть подлитнуть. Ну, как-то вот мы лучше пипестрельку починим. Друзья, для чего дети нужны? Чтобы ангар папе закрывать. Смотрите, какая селища. Какой огромный ангар закрывает. Я на самом деле, когда он это сделал, даже не поверил своим глазам. Макс, но только с папой можно, когда папа смотрит, помогать. Потому что можно ручку не туда засунуть. И бак-бабак будет. Ну, слушай, селища ты сколько. Хорошо кормим. Макс, ты очень сильный. И очень быстрый, да? Давай я тебе помогу чуть-чуть. Ну, вот реально. Отпускай. Ну, пока Макс толкает дверь, друзья, я расскажу еще об одном большом преимуществе пипестреля. Видишь, что он стоит без крыла? Да-да. Все, Максик, достаточно. А то мы потом не вылезем с тобой отсюда. Стоит он без крыла, на двух колесиках. То есть, работать, ремонтировать что-то абсолютно удобно. Нам ничего не стоило крылья пристыковать. Но тогда бы у нас не было такого бы шикарного доступа внутри. Поэтому двухколесное шасси. Очень. Чем больше я на него смотрю, чем больше я его люблю. Мало того, самое главное, что я в нем могу все понять. Вот нужно было сейчас поменять аккумуляторы. Ну, я поменял. Нужно будет что-то еще сделать. Сниму здесь обшивку. Вообще всю проводку переберу. Мы продолжаем подготовку к нашим рекордным полетам. Страшно выглядит, конечно, все, друзья. Но сделал все, что мог. Кардинально переработать проводку. Банально нет времени. Установил предохранитель. Установил вот этот транспондер. Как мог, вырезал всякие сопли. Но не до конца. Вот здесь я установил антенну транспондера. Новую вместо был взамен обломанный. И самое главное, я поставил батарею стартерную на 11 Ач, которая в некотором экстренном случае может подсоединяться к инструментальной батарее и питать приборы нашего планера. Тот же транспондер, если нужно будет. Почему поменял батарею на Таурусе? Эта батарея, конечно, тяжелее. 2,5 килограмма, 2,6 кг. Но отдает ток существенно больше. То есть у нее 300 ампер 2 секунды и 600 ампер она может полсекунды давать. Это более чем достаточно для того, чтобы хорошенько крутнуть двухтактный двигатель. Когда я летал на этом аэродроме, еще на плане Ильяна Сэм, у меня довольно часто была ситуация, когда большой аккумулятор свинцовый, который был на борту, он был на 20 Ач, ну уже так вот зимой, он уже чуть-чуть. И тогда я подключал пауэрбанк дополнительный. И вот этим вот оживителем пауэрбанка он прекрасно заводился. И причина была именно та, про которую я сказал. То есть небольшое нарушение уплотнения между сальником и валом. То есть не так, чтобы это прям свистит, но вот чуть-чуть уже. И в этом случае, когда разрежение образуется внутри двухтактного двигателя, начинает подсасывать воздух снаружи и тем самым нарушает эту вот топливную смесь, не дает нормально ее засосать в цилиндры. Ну короче, в общем, фигня получается. А как крутишь посильнее, все нормально. Захочу с двигателем покопаться. Вот раз и покопался. И самое главное, что все работы могу делать сам. То есть официально. То есть мне не нужно... То есть вот на этом планере, на Вепре, на Принцессе, к сожалению, все должны быть делать... Ну, некоторые работы, скажем так, сертифицированные специалисты. Это и дорого, и ездить далеко нужно. Боже мой. Боже мой. Хорошко. Ну что, закрываем дальше? Давай, Макс, закроем колпак, пипестрелю с тобой и... Ты играешь в Эхо, Макс? Скажи... А скажи... Молодец. Эх, друзья, я от такого БНГАра в детстве, конечно, не отказался. У меня тоже было все очень хорошо. У меня была авиомодельная лаборатория, любимая у меня. был двор, в котором мы... Палисадье, в котором мы запускали его модельные моторчики и так далее и тому подобное. То есть, вообще, в детстве что-нибудь такое, мне кажется, техническое для ребенка. Хотя у каждого ребенка, наверное, свои запросы. Но Макс прям обожает. Обожает все техническое. Да, Макс? Потому что, смотри, что может быть. Можно засунуть вот так пальцы. Снимаю вот видео вот так. Засунуть пальцы, потом бэх! А там ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Понятно? Да. Некоторые вещи я тебя разрешаю делать, но и все. Кто быстрее? Я! Я быстрее! Я быстрее! Залезай, Макс! А вот Этери. Совершенно незаметно взял и улетел. Вот хулиган! Моя идея. Я кладу ключ. Он кладется сюда и замыкает второй контакт. После этого должно достаточно быстро все плавиться. Цель нашего эксперимента посмотреть, как поведет себя аккумулятор на коротком замыкании. Пусть он сгорит, а потом мы его разберем, посмотрим, что внутри. Что-то не хочет он так. Не хватает ему наклончику. Оп! Пошел сварочный процесс. Теперь вот самое страшное к нему подбежать. Может там какая-то защита сработала. Был яркий и мощный щелчок. Ой! Вот теперь пошел дымок. Хорошо. Он подбрыгнул. Ой, зя, кусок вырвало. Да, что-то пошло не так. Это очень хорошо. Ну и что, идет дымок? Ну, так идет. Вот. Да, 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 да. Вот я, пожалуй, чуть отстыплю. Смотри, внутри прям лава. Прям на камеру. А, бедная камерюшка. Конечно, очень смелый летчик. Ну, пока только дымок. Больше никаких эффектов, друзья. Аккумулятор, конечно, старый. Никаких видимых эффектов не происходит. Ничего не получилось. Макс? Ну, давай молоток, Макс. Что? Вон там. Пробуем вскрыть. Делаем для этого удар направленный молотком вот примерно сюда. Оп! Вон, дым идет. Ну, и, как я вам говорил, эта штука практически пустотелная. Вот здесь банки аккумулятора. литий полимер. Ну, и вот эти баночки прекрасно работают. Здесь Battery Management System. Ну, все-таки, кстати, систему-то неплохая. Они на зарядку. Действительно, на зарядку все это работает. Сбалансируют ячейки. То есть, не фуфло. Этот аккумулятор, конечно, полный. Вот. Пробуем вытянут. Ну, вот она. Выглядит вот такая вот пупочка. Ну, и теперь мы ее в самый раз можем бабахнуть. Сейчас она точно может загореться. По слухам, они бабахают в таком виде. Будь здоров. Надо было заряженный бабусь так стукнуть. Заряженный бы он точно бабахнет. Эх! Да, плохой у вас пиротехник летать умеет, а вот аккумулятор взрывать то у меня знакомый есть. У него хороший канал по взрыванию аккумуляторов. Вот, если вы хотите посмотреть, как бывает по-настоящему, к нему по каналу. Вот там бахает, так бахает. Вот это вот абсолютно ремодельная технология, как я вам говорил, вот они, раз, два, три пакета. Самый страшный тип аккумуляторов, самый горючий. Конечно, очень мне интересно, как на мотоцикле будут спасаться, если вот эта штука загорится, а гореть она может. Будь здоров! То есть то, что я поставил на планер, оно не очень-то горючее. А вот это, конечно, полноты. Там все-таки ячейки жесткие, здесь, видите, если корпус, не дай бог, повредить, то оп, больше понеслась. Ты ее открыл тоже молотком? Нет. Да, вот посмотрите, чем мой сын развлекается. Это я ему когда-то подарил пауэрбанк, соответственно, он его по папиному опыту разобрал. Ну, смотрите, классический пауэрбанк, что он там называется, квадроэлемент. Но, кстати, этой штукой я запускал автомобиль. Действительно, вот такой маленький батареечка можно завести машину. Макс, это мне дать? Да, могу, ну, Макс, нельзя давать, он уже мертвый и опасный, это надо в одно место сложить и утилизировать. Тоже, видите, идут два силаев провода на вот этот прикуриватель, здесь был еще фонарик, USB, такая небольшая контролька, ну, вот такая батареечка запускает машину. Я, когда первый раз такую штуку увидел, не поверил, но потом попробовал, действительно, ну, понятно, что когда аккумулятор не в ноль сел, но в принципе запускает, идентично устроены. Хотя нет, не тепленький показалось, но тут уже посерьезней. вот у меня стоит димаха виражка, у него как раз периодически умирает аккумулятор. Вот как раз второй аккумулятор можно сюда засунуть, но, если она загорится, она загорится у меня под сидением. Тут бак, ну, в общем, я не сказал бы, что это прям супер хорошая идея. старый добрый свинец, наверное, это самое то. Или литифером ПУ4, аккумуляторы, которые литивые, но все-таки безопасные технологии выполнены. Заходящее солнце провожает трудовой день, мы сделали много полезного и хорошего, по крайней мере, поняли, что дальше доделывать с планером. Друзья, будьте осторожными с аккумуляторами, потому что штука такая вот взрывучая и думайте, прежде чем пихать вот в планер. Знаменитый полет на Таурусин Метерхорн был как раз вот этими аккумуляторами за спиной. То есть, могло в любой момент бабахнуть. О чем думал предыдущий владелец, когда эту штуку ставил, я не знаю, но я очень рад, что я все-таки полез, разобрался и выкинул эту гадость из своего планера. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, до новых Редактор субтитров А.Семкин